Слушай, привет тебе, Катюша. Здравствуйте. Ну, что у нас в школе происходит? Слушай, там кто-то мне задавал вопрос, а кто создатель, создатель школы Homo Futurus? Ну, это новички, которые еще не в курсе, что это такое, и я там поэтому написал, кто я такой. Но при этом мне пришлось, как говорится, коротко формализовать отдельными строчками, я написал, что... А потом сам сижу и думаю, ну, велик парень. Ну, вообще, да. А ты знаешь, мой друг один, который создал невероятно тоже большие вещи, он мне говорил, когда я читал свою биографию, я плакал. Ну, слушай, что там про открытие изобретения? Там вот я, во-первых, хочу сказать, почему роботы нас не заменят. Ну, как бы они не выиграли там мирового шахматиста, как бы там нейросети там нейронные, там бы как ни искусственный интеллект бы не создавался. На самом деле роботы не умеют делать открытия. И вот когда там пишут, ну, как же, как же, там вот искусственный интеллект современный создал язык между собой, общение и так далее. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что такое открытие и что такое изобретение. Изобретение. Есть пять объектов изобретения. Это способ. Новый способ. Угу. Вполне количество измеряемых каких-то действий, которые дают гарантированно ожидаемый результат, который тоже измеряется. Это может быть вещество новое, которое тоже измеряется, это что такое. Там свойства описываются и так далее. Это может быть штамм микроорганизма, выведен новый. Это может быть создание нового устройства. И это может быть использование известного устройства в новом назначении. Это пять объектов изобретения. И в каждом изобретении есть формула изобретения. Чем это существенно отличается от предыдущих прототипов? Ну да. Существенно отличается. Это изобретение. А вот открытие, открытие, это экспериментально установленное или установленное ранее неизвестное явление или свойство или закономерность. на основе открытия могут быть сотни изобретений. Сотни изобретений, в свою очередь, создают целые поля реальности. Это и машины, и всё, и в медицине, короче говоря, открытие открывает новый взгляд на мир вещей. и на основе открытия создается целая реальность. То есть это не просто так. Если искусственный интеллект построен на том, что там миллионы операций в секунду и миллионы раз быстрее робот может считать, это ни о чём не говорит. Он не создаёт качественно новых вещей. То есть он не делает открытие. Если бы роботи могли делать открытие, так и человек бы не был бы вообще нужен. Но дело в том, что эмоции сподвигают к открытию, а у машины нет эмоций. У машины нет вопросов, которые они задают. И вопросов тоже нет. У машины нет вопросов, которые они задают, а потому что, когда машина сама себе задала бы вопрос, отвечая на него, вся бы база данных работала бы в этом направлении. Но кто будет задавать вопрос? В этом же весь вопрос. А выдаёт вопрос человек. Да, Катенька, ты молодец. Ты молодец. И именно благодаря тому, что, знаешь, как интересно получается, сосредоточенность на чём-то. Вот говорят, сосредоточься, сосредоточься. Все учёные люди, которые чего-то изобретают, открывают, они, как правило, немножко рассеянные во всём остальном. Потому что они сильно заточены на решение своего вопроса, над которым они думают постоянно. И когда ботинки зашнуровывают, и когда спать ложатся, или картины пишут, он всё время думает об этом вопросе. И при этом они все удивительно эмоционально лоббильные. Это так сверху кажется, что он какой-то такой спокойный такой. Нет, он очень эмоционально переживающий человек. Живой человек. Он переживающий. И вот эта эмоциональная лоббильность позволяет человеку обстреливать этот вопрос с разных точек зрения. Он как бы, понимаешь, в одном настроении он так на него смотрит, в другом настроении так на него смотрит. Вот ты видишь, как интересно устроено, да? Ну, там много чего интересного вообще. Но роботы нас не заменят. И пускай вот наши коллеги, участники школы, которые найдут одно открытие, которое сделал искусственный интеллект. Поставят нам в школу. Да, поставят и мы всей школой просто будем, ну, я не знаю, снимаю шляпу говорить там этому человеку и этому роботу. Ну, ты понимаешь, а теперь я тебе скажу главное, о чём вообще никто не знает, которое дискутирует по поводу искусственного интеллекта. И сейчас много журналов этому посвящено. Там много учёных работают, потому что они ждут, что там будет решение каких-то серьёзных вопросов. Знаешь, я тебе скажу главное. Вот мы в прошлый раз говорили, что человек, когда заимел, так сказать, новое качество революционного развития, это сознание, у него сразу открылась новая реальность, новые возможности и так далее. Мы занимаемся в школе хомофутурс, человек, говорящий, развитием самосознания. Это ещё, ещё выше самосознание. Ну, вообще-то людей, которые владеют самосознанием, которые дают себе отчёт, настолько искренне, глубоко, искренне понимают мотивы своих поступков, своих действий, ну, их вообще-то мало. А вот развитие самосознания даёт целый новый мир возможности. Это новое качество. Там действительно мир будет меняться, даже представьте себе. Так вот, дело в том, что зачем человек создал искусственный интеллект и зачем сейчас пишут статьи, что они могут заменить людей, так вот зачем. Я сейчас отвечу на этот глобальный вопрос. Зачем в процессе эволюции человека, владев сознанием, возникло у него сознание, как эволюционное качество, теперь развивается самосознание, зачем человечество. Человечество создаёт искусственный интеллект, а теперь человек, внимательно, а теперь человек, человечество вступает на стезю решения вопроса, заменит ли робот человека или нет. И тем самым выискивает в себе качество и способности, которые робот его не заменит. И тем самым развивает себя дальше. Эволюционно развивает дальше. То есть, человечество создало искусственный интеллект для дальнейшего своего развития самосознания. И когда люди начинают думать, а чем же роботы нас не могут заменить, они и развиваются. Потому что они начинают понимать, что их отличает от животных, от запрограммированных машин. И начинают проявлять сами для себя. Вот это и есть путь осознанности. Когда человек, да, начинает понимать, что он делает, зачем он это делает, для чего, что ещё можно сделать. Ну, так я сейчас ответил на вопрос, на котором ещё ни в одном журнале мира, где написано глобальное значение искусственного интеллекта для человеческого развития. Вот я говорю, глобальное значение это то, что думая о том, о конкуренции между человеком и роботом, человек начинает лучше понимать, чем роботы его не заменят. и это развивает его дальше. А ещё можно с другой стороны, например, подумать, что если человек начал создавать такой интеллект, значит, всё-таки мы ещё намного умнее, чем то, что создаём. Ну, это женский взгляд, потому что женщина, она более практичная, она думает, но раз мы создаём, значит, моё умение, я шучу, шучу, есть и женщины, учёные, лауреаты Нобелевских премий, мужчины, я просто пошутил. Потому что мужчина всегда должен сказать, что он всё-таки мужчина, а женщина должна сказать, что она женщина. Ну, хорошо. Катенька, ты вот это поставь в видео, вот там, потому что пусть наши ребята немножко понимают наша школа «Человек будущего», развивая качество «Человека будущего», и теперь конкуренции, с роботами. Выясняя, что же мы такое, люди, кто мы такие, мы развиваемся и становимся человеком будущего. До встречи, спасибо тебе. Хорошо, поставлю. А вот в данном случае была мне музыка, для чего женщина нужна мужчине, чтобы воспламенить в нём вот этот разум и душу, а для чего мужчина нужна женщине, для того же самого. Да. До встречи. «Человек будущего».